Эстетичный вид растения не всегда идет ему на пользу. Читинцы ужаснулись, увидев, как коммунальщики расправляются с тополями и кустами на площади декабристов. Деревьям, как говорят в народе, сделали стрижку под Котовского, то есть оставили практически лысыми. Если у нас нет на деревьях кроны, что это за дерево? Понимаете, это уже не дерево, оно больное, оно в конце концов погибает. Я подсчитала, значит, за 15 лет уничтожено вот этой варварской обрезкой более 500 тысяч деревьев. Негодуя о погибающих тополях, Марина Викторовна обратилась в природоохранную прокуратуру с вопросом, вправе ли коммунальщики стрижь деревья таким образом. Как показала проверка, проведенная совместно с сотрудником ботанического сада, нет. Подрезка должна была быть формовочной, тогда как на деле был проведен топпинг, применяющийся к молодым и невысоким деревьям. В данном же случае ко всей поросли должен был применяться индивидуальный подход. По результатам проверки в адрес муниципального предприятия ДМРСУ, руководителям муниципального предприятия ДМРСУ было внесено представление об устранении нарушений Федерального закона об охране окружающей среды. Руководителю комитета жилищно-коммунального хозяйства Галимарданову Андрею Васильевичу было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, а также в его адрес было внесено представление об устранении нарушений Федерального закона об охране окружающей среды. Предписание предписаниями, но по факту после проведения таких омолаживающих операций деревья гибнут в 30% случаев.